Медакадемия Ваши вопросы Ну что ж Зовут меня Андрей Миронов Не стесняйтесь, спрашивайте Мы назвали нашу лекцию Как живут лабораторные мыши Ну и наверное и начнем Должен сказать, что Общее количество животных На территории Европейского Союза Которые используются С 2011 года цифры почти не изменились Более 11,5 миллионов Из них грызуны Родентия Да, это более 80% И 61% это мыши Ну и следом за ними идут Следом за ними идут крыски Немножко истории Уже начиная с 15 века Ученые начали пользоваться Лабораторными животными Используя их для вивисекции И для постановки физиологических экспериментов Здесь мы можем вспомнить Опыты Гольца Первый и второй опыт Гольца с лягушкой Опыты Франсуама Жанди И многих других ученых Той эпохи Того же Декарта Уже в 18 веке Джозеф Присли Проводил исследования О загрязнении воздуха Дыхания мышей И очистке воздуха растениями Фактически это был первый Классический эксперимент С использованием Лабораторных животных И уже в 19 веке Начали вводиться первые мыши Альбиноса И несколько линий мутантов Практически это были Предки нынешних Наших лабораторных мышек С которыми мы работаем Ну если коротко Таксономическая справка Лабораторные мыши Мус мускулюс Относится к Мурида Семейству Отряд Роденсия Грызуны И являются наиболее Популярными Для науки Поскольку Быстро размножаются Из-за короткого Периода жизни Легко выводятся новые линии Так вы можете увидеть Что половая зрелость Мышей наступает В возрасте Извините В возрасте 30-35 дней Продолжительность Половой охоты 20-25 часов Продолжительность Жизни 1-2 года Ну и остальные Характеристики Которые Могут быть вам интересны Какие линии мышей Ну вот Линии которые вы видите Здесь Наиболее популярные Они наличствуют У нас В нашем Виваре Да Это мыши Линии ДБА Самые первые мыши Должен сказать Что разведением Мышей На границе 19-го и 20-го века Занимался Кларенс Литтл Который работал В Гарвардском Университете В Бостоне А в дальнейшем В дальнейшем Питомник Разместился неподалеку Чуть севернее Штат Мэн Да И получил название Сейчас это Этот институт Называется Джексон Лаборатория Джексона Самые известные Самые популярные Заслуженные Лаборатории Которые поставляют Мышей И крыс Практически В лаборатории И Animal Facility Всего мира Ну вот Линия ДБА Как раз и была Разработана Кларенс Молиттлом В 1909 году Следующая линия Линии C3H Тоже очень популярная Для работы С ней Работает Очень много По поводу Онкологии По поводу Иммунологических Следований И влияния Радиации Ну и наиболее популярной В настоящий момент Линии Это линия Black 57 В данном случае Вот это Что-то не светит У меня Она заложена В 2021 году Также Кларенсом Лидлом И практически Все основные Исследования Сейчас проходят На животных Этой линии Что-то у меня Перестал работать Кликер В данном случае Линии бывают Аутбредные И инбредные Бредные линии Это когда Братско-сестринское Скрещивание На протяжении 20 поколений Благодаря этому Генотип этих животных Очень константный И они по целому Ряду признаков Всегда показывают Одни и те же результаты Классический пример Это так называемый Возрастно-весовой коэффициент Когда на определенном День Неделю жизни Животное этой линии Весит ровно Столько-то И это касается И проявления Очень многих Других признаков По фенотипу У меня кликер не работает Да Ну они относятся К одному и тому же виду Да, конечно же Но в данном случае Генетически Они отличаются Очень-очень немного Там буквально Десятые Сотые проценты Не больше Конечно же По генотипу Ну немножко про То Каким образом Мы работаем С животными История Охраны Лабораторных животных И защиты Имеет Достаточно большую историю Так, например В России Уже в 1865 году Было создано Российское общество Покровительства животных И в первую очередь Занималось Как раз Случаем Жестокого обращения С животными И домашними И лабораторными Наибольшее развитие Это направление Получило в Англии И в Нидерландах И вот уже В 1959 году Рассел и Берч Издали книгу Принципы гуманной Экспериментальной техники The Principle of Human Experimental Technique В которой Как раз и обоснованы Концепции гуманного использования И эта теория Получила название Теории Трех По основным ключевым позициям Это такие позиции Как Реплейсмент Редакшн И рефайнмент Что это такое Реплейсмент Это выбор И замена Выбор и замена Животных Если это возможно Допустим Мы можем провести Исследование По влиянию Того или иного препарата На 100 Мышках Линии Black 57 А можем взять Животные У которых У которых Уже трансгенные В которых Введен ген Допустим Диабетики И провести Всего на 10 мышках С тем же Результатом Практически И при возможности Мы Если можем Заменить Мы заменяем Математическими Моделями Или Какими-то Другими Моделями Максимально близкими К По Функционалу Редакшн Отвечает За адекватность И стандартизацию Методов В данном случае Для того Чтобы Результаты Полученные мной Допустим В лаборатории При Виваре Медакадемии Нижегородской Совпадали С результатами Полученными В университете Это буквально Три остановки Должно быть Очень много Стандартных Процедур Соблюдено Про это Я расскажу Чуть позже Ну и Рефайнмент Это уменьшение Стресса Дистресса Боли и страдания Лабораторными Животными Фактически Каждый Исследователь Который Работает Должен Обычно Студентов Я говорю о том Что не надо Заниматься Антропоморфизмом Но здесь Именно тот Случай Когда вы Должны Примерять Ваши действия Как бы вы Себя чувствовали Если бы С вами Поступали Так же Да и Это конечно Позволяет Работать Максимально Аккуратно Бережно С нашими Питомцами Должен Сказать Что Лабораторные Животные В первую Чуть Мыши Используются И для Фундаментальных Научных Исследований И для Доклинических Исследований Препаратов И так Вот уже Почти Полвека Во всем мире Это происходит По таким Принципам Как GLP GCP И GMP Да Ну нас В первую Чуть Интересует И мы Работаем По GLP Good Laboratory Practice Да То есть В переводе На русский Ну скорее Можно Писать Как Надлежащие Лабораторные Практики Где Все Абсолютно Процедуры Максимально Стандартизованы И расписаны Да И Работает Исследователь Неважно Это Массачусетс Или Германия Или Голландия Или Россия Пущино Или Новосибирск Или Нижний Новгород Работает По Стандартным Операционным Процедурам СОП И Например Если я приезжаю К коллегам Для работы В совместном Проекте Мне дают Этот СОП Я его читаю Вижу Райницу между СОПом Аналогичным Моей лабораторией Задаю вопросы Сдаю этот СОП На знания И понимание И после этого Приступаю к работе И соответственно Все уверены В том Что Результаты полученные Точно так же Будут полученные В любой другой Лаборатории мира То есть Они достоверны И в следующий раз Их проводить Не обязательно Достаточно Почитать Отчет Доклинический Или статью Где это все Описано И двигаться Уже дальше Ну а ГСП ГУД Клиник Практис Это уже Для клинических Исследований При работе С пациентами При работе С людьми ГМП ГУД Манифактуринг Практис Это когда Уже Непосредственно Производство Того или иного Препарата Когда он После Доклинических Исследований Клинических Поступает В Производство Что же такое СПФ Специфик Паттоджин Фри Должен сказать Что все Животные С которыми Мы работаем Подразделяются На три категории Это так называемые Конвенциональные Животные Которые Содержатся В клетках Открытого Типа И Должен сказать Что вплоть До конца 20 века Именно на таких Животных Преимущественно Работали Сейчас Стараются Работать На Второй Категории Это Те самые СПФ Животные Свободные От патогенной Флоры Или же По-английски Специфик Паттоджин Фри Повторюсь Третья Категория Лабораторных Животных Это так называемые Гнотобиоты Если у Животных Свободных От патогенной Флоры Как следует Из названия Нет именно Патогенной Флоры То у Гнотобиотов Микрофлоры В том числе Симбиотической Нет вообще Понятно Что они являются Иммунодефицитными И требуются Особые условия Для их Содержания Мы работаем Именно с СПФ Животными И главная Наша задача Не занести Патогенный Микромир Нашим Питомцам Трансгенные Животные Понятно Что это Трансгенные Животные Это Конечно же СПФ Животные Или гноты Биуноты Это Животные В чей геном Встроены Чужеродные Гены И при скрещивании Таких животных Выводятся Стабильные Трансгенные Линии Классический Пример Недавно Поступили К нам Животные 5FAD 5FAD Это значит Что В геном этих Мышек Включены 5 генов Которые Отвечают За развитие У нас У хомо Сапиенс Сапиенс Болезни Альцгеймера 5FAD Это значит 5 полных Генов По Альцгеймер Дизиз По Синдрому Альцгеймер Ну Немножко О Нижегородской Истории В 2010 Году Был Выигран Нашим Университетом Совместно С профессором Немецкого Центра Нейродегенеративных Расстройств Александром Детятиум Мегагранд И По Тому Поводу Было Принято Решение Построить Здание 7-го Корпуса В университетском Кампусе Наверняка Видели Это Кубическое Желтенькое Здание Которое Периодически Меняет Название Но Суть В том Что Второй Этаж Это Полностью Этаж СПФ Вивария В 15-м году Нами были приняты Первые Животные В феврале 16-го года Первые Трансгенные Животные Сейчас У нас Больше 5000 Животных Содержатся В нашем СПФ Вивария Ну Немножечко О плане Вивария Что Из себя Он Представляет Простите Сотрудники Попадают В Гардероб Где Переодеваются В хирургическую Одежду Надевают Масочки Перчатки Шапочки И после этого Проходят На рабочее Место Все что Можно Все Получается С помощью Лифтовых Шахт И В дальнейшем Все что Можно Проавтоклавировать Идет Через Автоклав Что нельзя С помощью Обработки Перекисным Парогенератором Поступает Внутрь И здесь Вы видите Что у нас Есть Несколько Комнат Адаптационные Комнаты Их две Кликер Опять Закапризничал Комната Для содержания Животных Операционный Блок Комната Для оценки Поведения Лабораторных Животных И мощность Стерилизационные Комнат Должен Сказать Что Всегда Все потоки Как вы понимаете Потоки Это Люди Которые В первую очередь Работают Всегда Идут Циклично То есть Мы Зашли Допустим В адаптационную Комнату Там Поработали И после этого Покинули Виварий До следующей Смены Что Позволяет Нам Защитить Наших Иммунодефицитных Трансгенных Свободных От патогенных Флор Питомцев От Воздействия Патогенного Микромира В первую очередь Это Избыточное Давление В комнатах То есть Когда вы Попадаете В помещение Вы открываете Дверь Она Распахивается И Вы чувствуете Поток воздуха То есть Все пылинки Ну как вы понимаете Бактерии Не имеют Пропеллеров И Весел Чтобы двигаться По воздуху Они перелетают На пылевых частицах И соответственно Избыточное Давление В комнатах СП Виварий Позволяет Все пылинки Выдувать Кнаружи ИВК Система Это Индивидуально Вентилируемые Клетки Или Individual Ventilated Cage Это Отдельные Клетки Я покажу Их чуть позже В котором сидят Наши мышки И в них давление Еще выше Хепа И ульпофильтры Хепофильтры Это фильтры Диаметр Которых Диаметр пор Которых Меньше Чем диаметр Пылевых частиц И поэтому Пыль А вместе с ней И патогены Не попадают К нашим животным Душевая В обязательном порядке Сотрудники Перед началом смены Принимают душ Для того Чтобы смыть Себя Все Что притащили Из мира Передачные Шлюзы Я про них уже Упоминал Воздушный шлюз В данном случае Вы видите Как раз его На фотографии Он представляет С собой Кабинку В которой Три пары Дюз И под большим давлением Идет воздушный поток Который сдувает Те полевые частицы Которые вы Можете принести С собой Ну так же Локтевые дозаторы И герметичные двери Само собой Если обратите внимание То сотрудник СПФ Иварии Выглядит Как такой Очень романтично Настроенный ниндзя Потому что На самом деле После принятия душа Комплект Спецодежды Который включает В себя термобелье То есть Фуфаечку И Кальсоны Носочки Обувь И плюс Вот такой комбинезон Бахилы Две пары перчаток И Две маски И все это Позволяет Как раз Защитить наших животных От действия Патогенов Можно еще Переключить Не работает Нет Дальше Следующий Нет Не работает В данном В данном случае Вы можете На этих фотографиях Увидеть Работу сотрудника СПФ Иварии И индивидуально Вентилируемые клетки Вот Стеллажик Вот он То есть Что происходит В нашем помещении Которое Соответствует Классу Защиты По Изо Пятому Благодаря Наличию клеток У нас мышечные Сидят В седьмом Классе То есть Воздух поступает Через систему Гепофильтров И потом В каждую Отдельно Клетку В которой Также Создано Избыточное Давление И мышки Себя чувствуют Замечательно Да Вот здесь Вы можете Также Чуть более крупную Следующий Слайд Пожалуйста Поведенческая Комната В ней У нас Представлена Линейка Поведенческого Оборудования Общее состояние животных Влияние Тех или иных Препаратов И просто Их самочувствие И это все Виды активности Ориентировочно-исследовательская Активность Изменения В памяти В эмоциональном Статусе Ну практически Все Все поведение Животных Мы можем Протестировать Записать И проанализировать В дальнейшем Следующий Ну и вот Комната Для содержания Животных Вы можете Наблюдать Ламинарную Станцию Вот слева Чем она Замечательна Тем что Идет Воздушный Поток Прямой И когда вы Берете Клетку С животными Чтобы поменять Ее на свежую Все пылинки Которые могут Лететь Из-под Стилки Из-за животных Отсекаются Вот этим Воздушным Потоком И все Манипуляции Проводятся Вот под Такой Ламинарной Станцией Направление Работы Нашего Вивария Это Разведение Животных Которые К нам Поступили Из Питомников Это Питомники Такие Как Джексон Лаба Три Уже Упомянутые Мною Это Европейский Питомник Чарльз Ривер Это Пущинский Питомник Питомник Института Биоорганической Химии Питомник Находится В Пущино А Институт На Миклуха Маклая В городе Москва На улице Миклуха Маклая И Из Новосибирского Питомника Также Животные К нам Поступают Кроме Того Что Разводим Мы Генотипируем Проверяем Насколько Соответствует Заявленному Их Генотип Остерляем Хирургическое Моделирование Тех Или Иных Процессов Для того Чтобы Проверить Те или иные Препараты Или Рассмотреть Механизмы Действия Также Занимаемся Эмбриотрансфером Ну и Планируем Открыть Образовательный Центр На базе Нашего СПФ Вивария Здесь Я позволил Све Привести Фрагмент Статьи Одной Из последних Моей Вместе С Коллегами То Что Мы Делаем У нас В данном Случае Вы можете Наблюдать Имплантацию Электродов В область Гиппокампа И Запись Электроэнцефалограммы Гиппокампа При Воздействии Гиппориназы Гиппориназа Это Фермент Который Разлагает Гиппорансульфат Образующий Внеклеточный Матрикс И Здесь У нас Как раз Вы можете Наблюдать Гиппориназа Активная Гиппориназа Плюс И Инактивированные Ну и Линии животных Также Упомянутые Мною ранее Black 57 6J То есть Это Шестое Поколение Из JAX Лабораторий Следующий Слайд Ну и Немножко Про Эмбриотрансфер Наверняка Вы слышали Про Такую Методику Как ЭКО Экстракорпоральное Оплодотворение Так вот Для того Чтобы Избавиться От Патогенов Которые Так или Иначе Могут Попасть К нашим Питомцам Или Для того Чтобы Вырастить Трансгенные Линии Используется Эмбриотрансфер Когда Берется Яйцеклетки И сперматозоиды Нужных Нам Животных Трансгенных И Они Помещаются В инкубатор Специальные Среды С антибиотиками И После этого Происходит Оплодотворение Говорят Что Оплодотворение В пробирке Но На самом деле Это В чашке Петри Происходит И После Этого Двухклеточные Или Четырехклеточные Эмбрионы Подсаживаются Вводятся В организм Псевдобеременные Самки Гормональный Ритм Который Синхронизирован С самкой Донором И После этого Обыкновенная Мышка В данном Случе Это Гибрид Бальбов И Блэков 57 Эти гибриды Обладают Повышенной Фертильностью Рождает Уже Допустим 5FAD Мышек Уже Трансгенных Мышек И Что Позволяет Нам Избавляться От Патогенов И Опять же Получать Те линии Которые Необходимы Сейчас Происходит Так Что Мы Можем Заказывать Не только Животных Да Но Просто В жидком Азоте Нам Привозят Соломинки Трубочки В которых Находится Сперма Или Яйцеклетки Или Уже Готовые Эмбрионы И Дальше Мы Подсаживаем К Нашим Животным И Таким Образум Получаем Линию Мы Не Тратимся На Содержание И Разведение Животных Да Мы Поступаем Таким Образум Ну И Дальнейшей Задачей Является Создание Сети Региональных СПФ Вивариев Перед лекцией Как раз Мы общались Должен Сказать Что У нас В Российской Федерации Наш Центр Является Третьим После Пущинского Открытого В 90-е Года И Новосибирского Открытого В нулевые В Москве Несколько СПФ Вивариев Небольших Ну А во всем Мире Обычно На один Университетский Кампус Приходится 3-4 Animal Facility То есть 3-4 Вивария Сравнивых С нашим Поэтому Мы Сейчас Только Только Начинаем И Благодарить Своих Коллег Коллектив СПФ Вивари Институт Биологии Биомедицины ННГУ Кто-то Из них Присутствует Здесь Кто-то Не смог Прийти Но Их Помощь Переоценить Просто Невозможно Хочу Поблагодарить Их Каждый Раз Это Делаю Спасибо За Внимание С удовольствием Отвечу На Ваши Вопрос АПЛОДИСМЕНТЫ